Курсанский сквер представляет опасность для жителей города. Общественники Народного фронта просят обратить внимание на ситуацию. По мнению активистов, забор из кирпичной кладки может рухнуть в любой момент. Недавно, напомним, в том же сквере на шестилетнего мальчика упала мемориальная плита. Теперь, как считают общественники и местные жители, небезопасно находиться и рядом с ограждением. Ребенка полтора года. Каждую минуту я его оттаскиваю, потому что тут очень опасно. В таком состоянии находится все ограждение парка. Хотя тут детская площадка, она совершенно новая. То есть нам хочется приходить сюда с детьми. Судя по фото, жить забору осталось недолго. Видно основание, кирпичную кладку. От облицовки же почти ничего не осталось. Активисты ОНФ намерены подключить к проблеме надзорные органы. Было звонко в горячей линейке Народного фронта. Мы сказали об этом. Мы вышли, сверили, что мы попали и сделали материал. Если никакого ответа не будет, то, скорее всего, прокуратуру будем присутствовать. Потому что, насколько нам всем известно, там уже был участник лучше. К слову, в 2019 году сквер лишился добровольного шефства курсантов Владимирского юридического института в СИН России. Осенью прошлого года несколько привели в порядок территорию за счет средств, которые выделили депутату горсовета Артуру Закаряну на наказы избирателей. Это были минимальные работы на 2 миллиона рублей. Были сделаны новые тротуары. На детской площадке уложили прорезиненное покрытие и установили качели. Косметическое преображение эффекта не дало. В мэрии нам дали понять, что вопрос восстановления сквера сейчас в проработке. Что касается работы, которые наступают в данной теме, то ранее мы уже говорили, что проводится инвентаризация объектов, в том числе территория, относящаяся к курсантовому скверу. По идее, инвентаризация подразумевает измерительную и документальную проверку участка. Что же будет ожидать сквер в будущем? Реставрация, ремонт или реконструкция? Вопрос остается открытым. Александр Пелевин, 6 канал.